всем привет продолжаем играть в игру farming simulator сегодня у нас очередной обзор новой карты ну условно ее можно назвать новой это обновление карты сегодня мы ее будем рассматривать здесь вот у нас сидит прям сразу мужик и кормит собаку пивая пивком ну да скорее всего это пивко у него вот здесь у него закуси котяра сидит ну и домработница у него здесь вот такая вот тоже с кошкой и зайцем тут на монетку какой-то подобрали вот ну что ж давайте откроем карту и посмотрим не данную карту ну в принципе карта мне кажется с первого взгляда очень даже интересная поля в принципе но есть разных разной формы есть закругленные изогнутые но по большей мере здесь больше прямоугольных полей вот и поэтому в принципе мне кажется будет очень даже достойно карты смотреть но всяком случае для меня не знаю может кому-то не нравится но вот но мне с первого взгляда вот глядя на эту меню карту на навигатор ну вроде бы ничего значит собственности у нас здесь одно поле вообще нам здесь предлагается 27 полей вот 27 полей ну и 12 поле она в собственности мы его обязательно посмотрим так там мы видим садовник здесь видеокамеры кругом давайте посмотрим что у нас есть с техники это стандартный комбайн вот мы можем его даже запустить а хотя зачем мы не будем запускать пускает стоит вот может нам его даже придется продать так три бюджетных трактора самые дешевые трактора вот какие только можно придумать вот этот по моему не очень дешевый но а вот эти боковые трактора самые самые дешевые ну и навесное оборудование вот все что нам предлагается теперь давайте посмотрим может быть какие-то моды идут с данной картой сейчас откроем магазин и посмотрим нет ну вот этот вот мэн это наш мэн который я хотел вам сегодня показать нет с этой карты ничего не идет но вот если только вот этот вот ковшик для погрузчика так в принципе ничего ну собственно раз я вам показал вот такой вот мэн мы сегодня будем рассматривать стоит он а сто девяносто восемь тысяч в принципе это очень много поэтому нам скорее всего придется взять кредит так но опять же если нам позволят денежки ой не то нажал оплатить так там сто девяносто восемь надо до сто шестьдесят одна тысяча у нас есть сейчас продадим кое-какую технику и по-любому наскребем продать продать 216 нам хватит так и собственно покупаем сие чудо техники ну собственно вот она посмотрите как у него из выхладной трупы вылетает дым вот такой вот в 8 мэн там у нас какой-то бородатый дядька сидит но это наверно доставщик языков смотрите он весь здесь тюнинговый тут кругом фары давайте попробуем включить ну подсветка скажем так не очень бывало и лучше здесь просто такие знаете как кружочки рисованы вообще по идее над ночи дождаться и посмотреть как будет ночи здесь даже пороги подсвечивают но в принципе может быть это и здорово присутствует ближний дальний свет вот здесь у нас собственно в салоне все что можно только придумать здесь также еще и койко место есть где можно отдохнуть и ни одному при желании так мультируль все дела навигация магнитола кофе чай все дела вот ну что ж давайте теперь попробуем как он ездит ну вроде бы стартует с места резво по управляемости тоже ничего и торможение у него тоже приличное да ну конечно если на больших скоростях с большим грузом наверное немножечко хуже будет торможение но это же не легковой автомобиль это же грузовой здесь в принципе нет торможение достойное достойное торможение то есть по управляемости тоже очень даже ничего ну что ж краткий обзор данного грузовика мы сделали ссылочку будет под видео на него как собственно и на карту теперь переходим к обзору карты давайте посмотрим где мы находимся находимся грубо говоря в центре карты здесь у нас автосалон и естественно у нас здесь будет появляться техника при желании мы можем вот здесь вот ее продать вот также здесь у нас есть банкомат ну и ремзона давайте посмотрим где здесь выезжать отсюда так и в какую сторону нам а лучше поехать наверно дать посмотрим судоходную компанию здесь кстати почти все на русском ну не почти все есть на русском языке объекты но не все вот здесь у нас показывает в лесу какое то есть какой то объект скорее всего это лесопилка вот сюда тоже можно заехать посмотреть что это такое здесь то сел нарисован петух собака и кошак ну это на зоопарк зоопарк ну не то чтобы прямо так вот ну да вот мы видим здесь всякие животные не только что здесь зоопарк здесь просто ухты смотрите мужик залез с бабой на этот на столб и идут вон по канату ну такая вот развлекуха вот здесь тоже баба полуголая на пушке стоит интересное интересное решение ну то есть специально сделано на то чтобы если вы допустим устали от сельской работы то вы можете сюда приехать и развлечься так ладно поехали возьмем стартанем с одного какого-то угла чтобы у нас более менее было равномерное движение что мы потом не бегали из угла в угол тут у нас отстойник но почему-то на карте ничего не показано никакой отметина нет здесь у нас тоже разгрузка разгрузка смотрите здесь досок вот сюда вот мы привозим вот там вот если вы видите на барже присутствует палета с досками сюда вот мы заезжаем правда узковато ну это терпимо и вот этот вот кран наш но он не наш данной судоходной компании он нас разгружает что принципе тоже интересно давайте поедем против часовой стрелки так дальше здесь у нас стоит яхта и вот здесь ухты зацепили пикап немножко и здесь то у нас тоже разгрузочный разгрузочное место здесь прием зерна идет но всех всех зерновых культур даже мы можем открыть так я походу уже проскочил да вот она здесь все представлены культуры которые но даже все на русском языке нет никакие ну вот минимум здесь не тут все это можно понять на английском так в принципе большинство культуры представлено на на русском языке то есть карта можно сказать что полностью русифицирована здесь указаны все культуры куда что ввести надо будет вот допустим сейчас найдем судоходную компанию если найдем конечно транспорт ферма вот судоходная фирма ну как я говорил здесь все зерновые культуры плюс еще картофель и свекла а так также так соя подсолнух и всего получается до авиас ну все короче зерновые культуры плюс картошка со свеклой сделаем вот такой вот как бы такую скуму с носку вот но там может быть что то я конечно пропустил но это не столь важно так здесь вот заезд еще присутствует в лес но мы туда в лес не поедем поедем вокруг чтобы там где нибудь не застрять может быть здесь будет более добротная дорога здесь вот gd дорога правда нет никакого шлагбаума или что то типа того а вот она по ходу дела у нас лесопилка нет это не лесопилка это товарная станция вот здесь мы отгружаем опилки бревна ну все вот эти вот леса заготовки наши и и отправляем состав также есть вариант отгрузки речным путем водным путем вот здесь вот прям в водичку сбрасывать так ну и вот здесь вот у нас лесопилка все очень близко здесь щепо дробилка что ли стоит да здесь щепо дробилка туда бросаем вот ну там даже видно немножечко так вот стебается эта щепа и она перерабатывается так ну это у нас лесозаготовки кстати очень удобно расположена здесь кругом лес оттаскать придется не очень далеко и это нас не может не радовать проедем аккуратно вот здесь вот аккуратно не получилось уткнулись в дерево также присутствует функция отправки поезда дополнительные денежные вливания в нашу экономику сельскохозяйственную будут так дальше здесь ну вот вы видите сколько много деревьев все их можно спилить здесь вообще можно сделать вот это вот справа вот это вот аллея деревьев можно спилить все и просто тупо вы видите какое длинное у нас длинная дорога какой длинный участок получается здесь просто тупо можно косить траву так вот мы добрались еще до одного пункта разгрузки сейчас посмотрим здесь это что-то написано уже походу по-немецки возможно это магазин да это магазин сюда мы будем привозить продукты которые мы будем получать здесь можно будет скидывать мясо наших животных вот ну и прочее прочее так дальше здесь судя по карте еще присутствует таксофон ну то есть телефонный этот аппарат и вот здесь у нас еще один пункт приема товаров наших ну опять зерновые культуры принимают здесь у нас давайте посмотрим что у нас получается куда нам ехать дальше едем вниз по карте дорога я бы не сказал что сильно узкая в принципе две полосы одна в одну сторону другая в другую так проскочил я поворот здесь у нас тоже какие-то пункты пункты вот здесь можно посмотреть вроде ничего не отмечено смотрите у кого-то поросята забрались в огород да такие толстые смотрите ну просто жуть офигеть можно не стать так здесь у нас вроде ничего нету просто такая как бы зона мне вот она у нас еще одна зона так так это у нас какая-то какая-то ферма так молочко молочко значит это у нас что получается коровник такой какой-то странный коровник вот здесь у нас однозначно бойня бойня поросят какое-то странное решение ну что ж ладно посмотрим может быть это просто пункт приема молока на коровник что-то не сильно похоже так а вот здесь у нас еще одно какое-то место сейчас туда заедем посмотрим здесь надо проехать немножко вокруг вокруг да около здесь магазин обе продаются семена удобрения рассада ну и также можно продавать сюда навоз как жидкий так и твердый так и я так понимаю компост еще сюда можно продавать так ну это хорошо это здорово это правильное решение то есть навозы у нас бывает с слишком и если его продают точнее покупают здесь по хорошей цене то это это здорово надо надо будет прицениться сколько стоит здесь поле здесь еще одно место место а это у нас пивзавод ребята ну вообще не пивзавод тут правильно было бы сказать ликероводочный но пиво здесь наверное тоже хренач на вот так что в принципе здесь мы можем еще и подержать пойло ну собственно вот он пивзавод давайте посмотрим еще куда мы должны съездить так а должны мы съездить вот сюда самый нижний левый угол там тоже какой-то пункт разгруза сейчас доедем и посмотрим также здесь где-нибудь приценимся к полю например поле это будет двадцать шесть оно тут ближе всего находится поэтому так опа а что это за птицы летят вон она тень прошуршала вон они полетели это эти наверное на юга летят непонятно где у нас тут заезд наверное с той стороны да вот он что это может быть я даже не совсем понимаю ну скорее всего тут что водой все затопило как она здесь на карте называется wild что такое сейчас посмотрим что сюда у нас можно отгружать но скорее всего тоже нет зерновые да зерновые культуры здесь смотрите все можно отгружать и наверное все да больше ничего ну странное какое-то решение почему именно здесь внизу где нет людей и вот так вот решили они сделать пункт разгруза так хотели мы двадцать шестое поле прицениться сейчас доедем посмотрим оно не сильно большое находится вот здесь возле пункта разгруза здесь оно должно стоить по идее дорого ну да так оно и есть смотрите два с половиной гектара стоит сто тысяч евро но это это дороговато мне кажется но можно сделать сноску на то что здесь рядом пивзавод и пункт разгруза поэтому цена на поле естественно взлетает еще один скажем так лес где можно пилить деревья вот у нас по левую сторону биогаз заезд у нас с вот этой стороны так что надо разворачиваться здесь надо по идее спилить все эти деревья лучше здесь можно какие-то свои строения построить всяких объектов куча на сайтах можно их накачать и до устанавливать всякие мойки бензозаправки и прочее и прочее ну собственно стандартный биогаз с четырьмя ячейками с высокой и с низкой горловиной это очень здорово кому что нравится ну и естественно пункт забора жидкого навоза так также здесь вот судя по карте присутствует еще заправка да вот она она давайте посмотрим куда мы поедем далее далее можно проехать сейчас по центральной части и потом спуститься опять вниз что мы наверное и сделаем так давайте поедем потихонечку вверх тут у нас тут у нас и футбольное поле будет и здесь вот какие-то олени здесь пункт разгрузки ну не разгрузки продажи травы вот он он с левой стороны у нас вот она горочка с травой здесь у нас каниферма что ли как бы к ней подъехать сейчас посмотрим тут и каниферма и курятник и овцы ферма все почти в одном месте вот смотрите рога такие это ферма бушей наверное вот они вот они лошади проехать мы сюда не можем нам ну мы можем проехать но а нет смотрите проскочили я думал мы застрянем вот видите а сюда заскочили а здесь может быть разгончик взять и не слишком высокий наш грузовик не получается не получается проехать надо как-то теперь развернуться что ли иначе мы отсюда вообще не выйдем да я так понимаю мы и не выйдем отсюда вот дела придется задом пробовать выехать может быть задом выйдем так сюда больше не будем заезжать здесь просто наверно надо пониже ну вот видите я же говорю зацепляемся 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 и выезжать не получается давайте попробуем дать газку побольше может быть получится выскочить нет увы и ах придется машину отправлять на базу но первый косяк данной карты так вернуть машину на ферму ну благо ферма у нас здесь рядом наша давайте мы ее быстренько посмотрим здесь у нас и ремезона вот и всякие навесы для хранения техники тут вот у нас и отдел для удобрений извести и химикаты всякие также здесь у нас присутствуют вот всякие удобрения семена здесь вот у нас колонка с водой вон там видите здесь у нас отсеки для наших припасов тут и зерновые культуры и овощные культуры и всякие травы и солома и все 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 вот здесь вот как раз и представлена солома сила страва сечка и моносмесь вот как раз все это здесь хранится ну естественно навесы навесы для техники и вот резервуар мы проехали с правой стороны был для зерновых культур так давайте все же вернемся туда и посмотрим хотя бы со стороны заезжать я не буду слишком высокий получился наш мэн и мы туда заехать увы не смогли наполовину заехали наполовину застряли так вон оно футбольное поле вот опять мы заезжаем в эту ферму только уже с другой стороны здесь у нас и свинарник вот смотрите тут и свинарник и телятник не люблю я когда все это напичкано в одном месте с одной стороны это удобно не надо далеко возить с другой стороны все в одном месте и как то по большей степени это здесь и все все время и проводишь так ну да значит там у нас просто было место продажи молока там у нас ни в коем случае не коровник тоже запал у меня такая фишка что не может быть молоко коровником это вот он коровник вот здесь мы будем заливать молоко здесь же наши коровки будут и пастись ну и вот она кони ферма где мы с вами застряли в прошлый раз а с другой стороны у нас вот здесь вот овцы ферма а здесь наши овцы тусят вот сюда вот мы будем привозить им еду и воду здесь хорошо мы не хоть не застреваем вот ну здесь мы с вами тоже были так давайте отправимся дальше а еще давайте курятник посмотрим курятник у нас где-то вот тут получается судя по карте странно значит его не видно может быть он вот тут вот а вот он вот он курятник петуха тоже не видно куда-то заныкался куда-то заныкался курец ну ладно так отправляемся в верхнюю часть там тоже очень много всяких интересных предметов интересных объектов вот где нам надо тоже побывать так вот это вот поле засеянная пшеница это наше поле в собственности в принципе очень даже неплохое при желании можно немножечко его расширить вот сюда вперед здесь вот у нас смотрите березки их можно попилить продать и вот сюда вот расширить расширить данную данное поле так здесь вот у нас тоже ну это скорее всего элеватор сейчас посмотрим нет это не элеватор элеватор наверное с другой стороны здесь те кто его знает здесь тоже прием зерна идет вот здесь компост здесь же у нас и теплоцентраль вот она она у нас сюда мы щепу приводим так а вот еще какой-то объект здесь что я его не заметил сразу черненькое что-то непонятно что это это может быть и есть компост просто он там он такой более светло-коричневый здесь он какой-то прям как чернозем так и еще одно мы посмотрим сейчас часть это вот с правой стороны мы повернули налево а это с правой стороны вот здесь это у нас тоже какой-то объект тоже смотрите написано молоко здесь наверное тоже прием молока два пункта где мы можем продать продать молоко вот она видите ну это молокозавод скажем так правда он как-то не очень блещет объектами но терпимо терпимо так давайте дальше смотреть куда нам надо ехать нам надо вот сюда наверное повернуть там одна дорога идет и вот желательно на нее вырулить а то потом придется ехать полями и лесами так ну здесь мы с вами были так 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 вот здесь по-моему ничего у нас интересного нету там у нас табличка с заданиями а вот здесь уже начинаются интерес вот он элеватор наверное да да вот он скорее всего элеватор здесь у нас привозим мы сюда сгружаем зерно здесь же у нас и заправка и тут же с правой по моему стороны я уже немножко наверное проехал не видно будет вон там вон у нас продажа яиц здесь так банкомат и вот здесь вот тоже какой-то пункт приема сейчас доедем посмотрим что это вот здесь вот тут вот немножечко непонятно а это магазин тоже продуктовый здесь тоже вот смотрите продаем мяско все вот эти наши продукты уже второй магазин на данной карте кстати магазин тот который мы первые видели он ну не сильно далеко от этого поэтому я ну не знаю зачем столько много магазин магазин так вот здесь вот строительство идет здесь у нас сгоревший дом так вот сюда вот свернем посмотрим что у нас здесь здесь тоже какой-то картофель картофельная фабрика ну может быть какие-то чипсы они здесь делают раз картофельная фабрика сюда будем привозить картофель так ну и телефон звонить если что кому-то так ух ты дальше сейчас поедем по этой дороге вниз посмотрим что у нас еще тут какой-то объект там что транспорт транспортная фабрика давайте вот здесь поедем скорее всего здесь будут у нас принимать все вот она транспортная фабрика тут у нас навесы для техники ну и собственно вот она она вот такая вот у нас транспортная фабрика давайте посмотрим что на данной транспортной фабрика или фирма как вот тут а фирма на данной транспортной фирме все зерновые культуры принимаются ну и естественно овощные культуры вот странно почему не принимают у нас животных а вот у нас поросят и телята но их увы они не принимают это вот странно транспортная компания по идее должны принимать все ну как говорится хозяин барин так здесь вот будет длинное поле у нас мне тоже интересно было узнать его цену сейчас я только зашел на эту карту сразу на него обратил внимание вот оно это длинное поле по моему номер 14 сейчас посмотрим да номер 14 она дико длинная на длинных размеров здесь в принципе можно расширить его и с этой стороны вот метра на 3 может быть 4 и с той стороны если спилить деревья ну пилить деревья там наверное не стоит красиво смотрится с деревьями сейчас мы узнаем его цену а зверей 10 10 гектар с небольшим стоит 405 тысяч евро по мне это это дорого вот хотя с другой стороны поле ровное без каких-либо косяков но вот и это опять же не может не радовать как раз мы остановились в хорошем месте здесь у нас еще один пункт приема наших припасов и так же здесь заправка так что это ну это опять очередной какой-то типа элеватор здесь вот кафе идет ну не элеватор просто прием зерна вот здесь вот кому как нравится кто-то может быть скажет это элеватор кому-то просто зерна кому как нравится так и называйте ух ты что-то я перекрутил руль так дальше дальше у нас осталось по сути два места как-то быстро мы все это посмотрели вроде как-то открывали карту казалось здесь будет очень долго но время летит мы с вами тоже не стоим на месте и смотрим смотрим данную карту вот пока место карта нравится есть конечно косячок с вот этим вот заездом на конюшню но можно выбрать машину просто поменьше поменьше и нормально можно будет заехать банхов какой-то здесь у нас впереди вот кстати здесь заправка будет а потом пункт приема сырья заправку мы по ходу дела проехали вот она товарная станция еще одна ну по идее она здесь и должна была остаться потому что мы видели поезд с щепой и деревьями ну и собственно овощная товарная станция тоже ну не только овощная но и зерновая ну и как вы видите молочная это уже третий пункт приема молока расположены очень удачно треугольником на карте вот и получается две метки вверху одна внизу где можно продать молоко вот ну там выбираете где подороже или где вам удобно продавать туда и возить вот значит смотрите метка под продажу молока вот она и вот она у нас метка под продажу зерновых культур и свеклы картофель здесь продавать нельзя ну и так же естественно можно отправить состав и получить какие-то дополнительные финансы в свою копилочку ну что ж дамы и господа на этом обзор данной карты заканчивается вот в принципе очень интересная карта достойный грузовичок вот у нас вот с вот такими вот фарами ну фары конечно можно было бы сделать не настолько скажем так убогие при включении просто вот эти вот огоньки ну как-то они не очень смотрятся вот машина мне понравилась также карта мне понравилась один нашли косяк вот так вот просматривая быстро но это может быть из-за того что у нас машина нестандартная слишком высокая поэтому мы не поместились там возможно штатная техника там проходит нормально и все работает великолепно для вас это было просто в качестве ознакомления вот этот видеоролик если вам карта понравилась скачивайте ссылочка будет под видео если понравилось мое видео не забывайте ставить пальцы вверх вот для меня это приятно вам это ничего не стоит вот ну если не понравилось что ж ставьте пальцы вниз вот на этом я видео заканчиваю всем пока